Добрый вечер, это новости на пятом канале. О самых важных событиях расскажу я, Диана Спыну. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Латвийскую первую партию и Латвия Сцечь переименовали в партию реформ Швестерса. По образу и подобию партии реформ Затлерса. Что из этого всего выйдет, выясняла Скирман Табачуте. На мировых биржах царит паника. Котировки акций крупнейших компаний стремительно падают. То же самое происходит и на балтийских биржах. Как это все отразится на латвийской экономике, вы узнаете из репортажа Даниила Смирнова. Автовладельцы возмущены и не понимают, почему за дороги они платят все больше, а их качество становится все хуже. Чтобы дорожные деньги не растекались неизвестно куда, было принято решение возродить автодорожный фонд. Все подробности в репортаже Олега Малинина. Шлессерс нанес удар Затлерсу. Он похитил у него идею названия партии. Первая партия «Латвийский путь» будет переименована. И станет называться «Партия реформ Шлессерса». На конгрессе побывала Скирман Табачуте. Предвыборный конгресс ЛПП-ЛЦ. Первым на трибуну заступает Айнер Шлессерс. Кто, если не он? В своей речи он все время повторяет одну и ту же фамилию. Затлерс, Затлерс, Затлерс. Он главный враг Шлессерса. Он распустил Сейм после того, как депутаты не разрешили обыск у Шлессерса. Но главное, Затлерс создал партию имени себя. Назвав партию своим именем, Затлерс сам фактически стал ее единственным локомотивом. Тем самым цинично нарушив провозглашенные им самим же принципы. Я хочу играть по тем же правилам. И предлагаю изменить название и стать партией реформ Шлессерса ЛПП-ЛЦ. Пусть это будет вызовом и Затлерсу, и избирателям. В зале раздался смешок. Но бульдозер не шутит. На трибуну поднимается громогласный Хиверс Годманис. В его глазах сверкают молнии. Я категорически против того, чтобы в названии были имена. Против партии Годманиса я бы тоже возражал. Конкурировать с Затлерсом надо на предвыборных дискуссиях, а не при помощи смены названия партии. Мнения разделились. Против партии реформ Шлессерса проголосовала примерно треть собравшихся. Но большинство делегатов Конгресса бульдозеру подыграли. Переименование состоялось. Правда, просуществует партия реформ Шлессерса всего несколько предвыборных месяцев. А потом политики вернут себе старое название. Я это рассматриваю как чисто тактический ход. Конечно, мы не являемся партией одного лидера. И, наверное, таковой не останемся. Во всем мире принято считать, что политику делают, но в Латвии в нее играют. Переименование ЛПП ЛЦ в партию Шлессерса похоже на хулиганскую выходку. С таким же успехом после партии Затлерса, партии Шлессерса в Латвии может появиться и партия Лембергса, партия Домбровскиса и партия Урбановича. Все по именам кандидатов в премьер-министры. Так Латвии и до книги рекордов Гиннеса недалеко. После выходки со смены названия, составленный Шлессерсом, теневой кабинет министров чуть не остался в тени. Первым на арену выходит Янис Юркенс, бывший и, возможно, будущий министр иностранных дел. Это главный козырь священников. Спустя несколько лет после провала на муниципальных выборах он все-таки вернулся в большую политику. Я надеялся на Затлерса, серьезно, но когда он говорит, что он будет в команду приглашать молодежь, то я понимаю, он превратит Латвию в лабораторию экспериментальную. Я не хочу быть этой опытной или подопытной крысой. Его не смущает то, что он отберет голоса у своих бывших сотоварищей из Центра Согласия. Согласие превратилось в запчел номер два. В принципе, такому центристко настроему русскому человеку не за кого голосовать, потому что там все очень лево и однобок. Я думаю, что это очень оскорбительно для латышей, когда есть люди, которые пытаются вторым государственным языком сделать русский язык. Три министерских портфеля приберегли для своих из Рижской думы. Образование для Эйжени Алдерманы. Внутренние дела и оборону для Дайниса Турлайса. Юстицию для Юриса Радзевичса. Но все это лишь пыль в глаза избирателей. Ведь никого из них в избирательных списках нет. Я сам не кандидирую на выборах и чисто профессионально продолжаю работать на посту исполнительного директора. Но если это будет надобно, то я дал согласие кандидировать на пост министра в новом правительстве. Среди реальных кандидатов несколько свежих лиц. Это и бывший начальник погранохраны Гуннерс Даболинч, в политику ринулась глава Федерации пенсионеров Айна Верза, глава Межа парка Андрей Кондратюк и Мария Воробьева из Юрмальской думы. Как вы считаете, коррупция это грех? Конечно, ну и подождите, я как бы не специалист в вопросах. Из старой обоймы Дзинтерс Яунджикарс, Иверс Калвишкис и Айнарс Баштикс. Роли локомотивов еще до конца не распределены. Но ясно, что в Риге тягачами будут Шлессерс и Юрканс. Скирман Табальчута, Эдуард Колик, телекомпания ТВ5. Журналисты и политологи отнеслись с юмором к решению Шлессерса скопировать название с партии Затлерса. Журналист Лату Лапса говорит, он не удивится, если Шлессерс поменяет свое имя и фамилию на Карлиса Улманиса или Яниса Чакста. По мнению политолога Ива Текажики, на этих выборах Шлессерс пытается подражать российскому политику Владимиру Жириновскому. Как получается, пусть расскажет сам эксперт. Это уже предвыборная истерия. Я не думаю, что кто-то после этого станет воспринимать Шлессерса всерьез. Скорее, он хочет занять такую нишу, как в России Жириновский. Но так как Шлессерс в области политического юмора все-таки не настолько талантлив, тогда я не думаю, что это привлечет много избирателей. Должен ли Центр Согласия признать факт оккупации Латвии? Президент не стал отвечать на этот вопрос. Место для таких разговоров было самое подходящее. Андрис Берзинч сегодня отправился в музей оккупации. По залам походил, экспозицию похвалил, но от обсуждения острых политических вопросов решил держаться в стороне. В предвыборное время я не могу ответить на вопросы, связанные. Потом мне будет трудно делать, что я за одного или второго. Такие вопросы пока выбор не пройдет, я не готов отвечать ни за одного, ни за одного высказывания. Распущенный Сэм соберется еще один раз. В августе президент собирается созвать лишь одно чрезвычайное заседание парламента. Официальная причина – недостаточное количество вопросов. А там уже и до внеочередных выборов рукой подать. Будет ли на единственном заседании рассматриваться вопрос об отставке министра Айгра Штокенбергса – неясно. Туманна и судьба скандальных поправок, которые дают право административно наказывать и обыскивать жилища депутата. Еще одно внеочередное заседание Сэйма будет созвано обязательно. Мы посмотрим, какие вопросы поступят на понедельник, и тогда решим, что подавать на повестку дня. На мировых биржах паника эксперты предвещают вторую волну кризиса. Накроет ли она Латвия, выяснял Даниил Смирнов. На биржах Азии, США и Европы царит паника. Неудержимо падают котировки акций крупнейших мировых компаний, в основном сырьевых. Так, по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, индекс Dow Jones понизился сразу на 512 пунктов. Такого падения показатель деловой активности в США не видел с апреля 2009 года, когда разразился мировой финансовый кризис. Рижская фондовая биржа здесь не исключение. Ее специалисты с тревогой наблюдают то, как кривые графиков стремительно ползут вниз. То, что произошло сегодня, уже начиналось вчера и позавчера. По-хорошему, я бы охарактеризовал бы ситуацию на рынке как паник. И, в принципе, паника и страх, который преобладает на рынке, возникла в результате плохих экономических данных по Америке, в результате, так скажем, турбулентности, либо долговой проблемы в Европе. В последнее время Латвию вытягивали инвесторы с Востока. Но если и они впадут в пессимизм, то экономика страны потеряет много денег. Если будет отсутствовать оптимизм в России, меньше денег будет перепадать сюда, которые сейчас успешно идут в наши рынки недвижимости, и на покупку компаний, и на всякие другие вещи. А объем того, что мы продаем в России, все-таки относительно небольшой. В основном мы продаем, в первую очередь, европейские страны. И, соответственно, если европейские страны, как говорится, простудятся и себя плохо почувствуют, то реализовать свои товары будет гораздо сложнее. Как правило, плохие новости с биржи отражаются на жизни страны в целом не сразу, а через несколько месяцев или даже полгода. Поэтому неважные перспективы ждут и государственный бюджет, который правительство обязано резать по соглашению с Международным валютным фондом и в следующем году. Если наступает новое замедление экономики потенциально, то мы для этого лучше подготовлены, чем, скажем, 3-4 года тому назад. Но это будет означать, что у нас предстоит больше сокращений бюджета, то есть больше болезненных ситуаций для социально малообеспеченной части населения или тех людей, которые, по крайней мере, труднее заработать. И это компенсировать какими-то другими расходами. Впрочем, экономический обозреватель Юрий Алексеев уверен, что на следующем витке кризиса жители нашей страны ничего нового для себя не увидят. Им будет стабильно тяжело. Если кто-то из вас держал там деньги в каких-то биржевых играх, вот так мой товарищ говорит, что сходил, говорит, пописать, не нажал на компьютере вовремя кнопочку, прихожу, говорит, 800 долларов минус, самый дорогой, говорит, туалет у меня получился. Кто играет на бирже, тому сейчас есть чем беспокоиться. Нам беспокоиться простым обывателям этой страны под названием Латвия совершенно не о чем. То есть мы в кризисе были, мы в кризисе находимся, мы в кризисе будем долго. В чем мы отличаемся от греков? То, что мы не споря, не поджигая машины, не устраивая там какого-то большого хиппежа, мы терпим снижение, там, зарплат, там, пенсии, всего прочего. В общем-то и все. Так что простому латвийскому обывателю этот кризис мировой ничем не грозит. Эксперты полагают, что кризис в мире и не заканчивался. Проблема государственных долгов США и Европы решалась с помощью печатания денег. А это, по мнению аналитиков, все равно, что костер тушить бензином. На какое-то мгновение он погаснет, но потом разгорится снова. Поэтому следующим этапом кризиса может стать инфляционная волна, которая превратит денежные знаки в обычную бумагу. Данил Смирнов, Игорь Никитенков, телекомпания ТВ5. Водители платят все больше налогов, а деньги идут не на ремонт дорог, а на латание дыр бюджета. К чему это привело? Дороги в катастрофическом состоянии. Наконец, автодорожный фонд решили возродить. Тему продолжит Олег Малинин. Как известно, по туалетам судят о культуре нации, а по дорогам об экономике страны. Казалось бы, качество дорожного покрытия такое же плачевное, как и состояние народного хозяйства. Но есть одно но. Транспортная пошлина постоянно повышается, а горючее, с которого собирают акциз на налог для дорог, все время отдорожает. В итоге автовладельцы платят за дороги, как в жирные времена, а их финансирование остается на уровне 2005 года. Понятное дело, налогоплательщиков такой подход возмущает. Пожалуй, нет в Латвии водителя, которого устраивало бы качество дорог. Отвратительное по большей части. Там, где вот новые сделали, но их немного, те более-менее. А по остальным нет. Вчера вот ездил в Валмеру, чуть не убился. Ну, нельзя сказать, что хорошее. Довольно много ям, машину жалко, портится. Спрашивается, куда уходят деньги. Этот вопрос стал актуальным с тех пор, как ликвидировали автодорожный фонд. Это самое плохое решение было на ликвидации дорожного фонда, где и мне, как руководитель самоправления в то время, было ясно видно, как будет распределяться деньги, которые входят в дорожный фонд. Но сейчас мы видим, что эта ошибка была большая. С тех пор часть дорожных сборов растекаются в неизвестном направлении. Ими латают всевозможные дыры в бюджете. Заказчики и строители узнают, сколько им остается денег в самый последний момент. Так же, как мы, заказчики, хотели бы знать на следующем году, какие работы, например, в апреле, когда ямы появляются, были бы договоры, сразу можно было бы класс асфальт. Мы цифры следующего года узнаем. Или в конце декабря, или в феврале. После этого начинаются тендера, закупки и реальные работы на дорогах начинаются август-сентябрь. Перспективу, вот в этом году не сделаем это, будем делать на следующем. Не видно никакой, потому что никто не знает, какая будет консолидация, какой будет финансирование, например, на следующий год. На строительство, ремонт и содержание дорог на этот и последующий.